здорово санек здорово давно мы с тобой не виделись как в больнице ты выписался так больше эти не видел в одной больнице другую нот расскажи пожалуйста людям то интересно как это все происходит лечение от коронавируса как ты вообще понял что ты болеешь коронавирусом сначала температура поднялась потом кашель такой но я не я подумал просто простуду не верил коронавирус потом взяли мазок приехали из роспотребнадзора вот и это было все в пятницу а понедельник мне позвонили сказали что корона у меня и вам надо срочно госпитализировали они кстати сказали хочет уложиться будете такие конечно буду потому что здесь вот уже стянуло дышать больно грудка вот знаете что так вот сдавливает по окружности и потерял обоняние короче не язык еду не чувствует не нос запах не ощущает понятно ну и приехала скоро здесь сначала на ботки на на ботки на не взяли если поехали в тубик тут диспансер там целого типа возьмем народу было мало поначалу а потом резко до восьмидесяти приносим хрен набралось ну и как вот это все у тебя происходило положили тебя в палату ты в палату я так понял понял ты там один лежал вначале да там трехместная была или двухместная уж не помню там кислородный баллон или одно но это потом а в этой трехместной не было кислорода но я там пролежал три дня вот этих дух духа и трехместный вот шоу-кол сделали на ночь жиропонижающий и табли так далее какие-то капсулы такие здоровые пополам красные и белые антибиотики какие наверно да такие потери показывали а вы вышли в продажу они сейчас выходят ну и помогло ну я не знаю коронавирус у меня в принципе через 10 дней уже не было вот а пневмония была двусторонний большой то есть короче у тебя был коронавирус который потом перешел воспаление легких он не то что перешел у меня и был как они брали анализ там и коронавирус и понимание все сразу ни хрена себе за один раз они крови знаешь там сколько втыкают и подставляют эти пробелы я знаю знаю меня тоже бросить наверное это самое ну и как лечили то вообще антибиотики в уколах ее на меня нет у меня корот пароли мышц в задницу понятно а чуваки там лежали андрюха и как сашка тоже им делали вену внутривенную ему побыстрее быстрее конечно и эффект лучше понятно короче выжгли те там все внутри на три дней потом я лежал с этим с колитом вот я говорю что почему антибиотики там столько было говорит там выписки какие-то название не русских короче шуровали курсе это на они я ушел микрофлора хорош на там все что можно нарушить ужас короче препарата нет такого одного да нет но ты с врачами беседовал чего не там говорите короче заходит этот лечащий врач настроили жаловывать потом меня перевели кстати где кислород вот давать моя и вот маска прямо одевая и дыши хоть целый день вот втроем мы лежали вот он начали он зашел мужик степанов как не помню имя отчество такой мы его спрашиваем а что ковид что за вирус вообще как с ним жить вообще ребят вот мы ну такой 50 55 где-то вот так мы вот научились лечить туберкулез потом это пневмонию коронавирус говорит хер его знает что это такое мы сами не знаю еще не приспособились как ник не понимаем что это а вот по телевизору говорят вакцину какую-то изобрели ну да только тут же опять говорят кого-то там привели это к вакцины а все равно все заражают но они типа гола они типа говорят вот типа тебя вакцинировали и должно типа три месяца пройти тебе еще одну вакцину должно зато три месяца тут лапу надуешь ну и короче он сам мы не знаем что вот что вот как правильно мы как методом тыка подобрали как некий вот этот вот это вот вроде как она подходит короче я залазил там на сайт в остом читал этот него там гибрейтус или как вот там уже типа загоняет что сейчас пандемия уже перешла блин за рамки пандемии это все это вырвалось типа того кто первый изобретет вакцину должен сделать ее народным типа достоянием всемирным достоянием они типа торговать ей так что ты представляешь какие можно бабки на этом срубить дикие сейчас все начнут блин свои вакцины изобретать я с пацаном с украины разговаривал с кременчуга из группы измена он ведь я лечусь только спиртом но я там своя теория на этот счет типа выпиваешь спирт вся же зараза вид в легких но перегар когда идет короче он же через легкие и все вирусы дохнут короче ну я хоть и слышал такую по телевизору причем что он техно пьет и курит на как-то стороной вирус не правда вот шут сколько он пьет а грач уже с июня месяца лудит и с кем так он там не чекался и по хрена ему короче вот может быть поэтому организм про спиртован и как бы вирус не берет типа того возможно в общем короче подожди а зачем тебя в мопру то отправили у меня дресня началась а после антибиотика понял и у всех такая же сильнее тут у андрюхи и сашки ничего все нормально андрюха вообще не ходил за две недели по моему один раз ходил где он оборот запор был а у меня и только горячего знаешь поешь обед принесли первое съел второе тоже а там было горячие именно вот не то что приносит холодное уже второе тоже поел компотом запил таким тоже теплым и сразу же вот сюда сейчас стекается из всего живота переих переходит прямую кишку и все король убежал короче этого туман бумагу хватает тут я смотрю ты на лицо прям аж похудел делах я сходил этот поликлинику на 14 килограмм все короче у тебя ожирение нет все очень очень довольна была врач ни хрена подочек вот да как ты так саша похудел вот это да вот это я понимаю ты взялся за себя александру я только заходил это меня ползал так надо худеть а теперь ты зашел на кого вот это я понимаю не она там не успела я сказал что коронный переболел она не спряталась по столам масочку надел вот дела короче народу болеет много все машки у нас лежал мужик вот наша палата его следующие один тоже палате лежал я один лежал но это мокре а он один лежал там в этом в тубике у него жена умерла во все машки а его перевели в тубик потому что средней тяжести все машки тяжелые там как говорят знаешь как сдвигают в шконге чтобы просвета не было больше людей поместилось ух ты то есть они там как бы навалом все лежат охренеть потому что коридор занят лестничная площадка тоже я понял тоже за это уже за поле там где реально умирает да я он лежал по лету там уже умирали в этом уже более в коридорах стояли в кровати блин а с венами интересным получилось мне швента нету я понял я видел что здесь вот и они вот как бог понимаешь да я вреда бесполезного идет с капельницы это мнение у меня ничего не здесь не здесь не здесь не на ногах нет она сейчас попробуем прям в центр берет с первого раза хоп я смотрю закапал ничего себе вот это специалист вот это перевели в это там она меня капала три дня и когда в гастроэнтерологию перевели она там тоже процедурная была и она тоже попадала с первого раза центр потом вот здесь вот и вот здесь три вены у меня было знаешь как будто бог отдал на определенное время две недели прошло вот как меня выписывать завтра меня выписывают а сегодня у меня пропадают вены на руках уже не анализ никто не взять тем более как поставить ну понятно ну я бог конечно по-моему дарил за данность вен так что пацаны ставьте лайки подписывайтесь на наш канал всем мир